Начало 12-го российской столицы. Доброе утро тем, кто проводит его в спортивном режиме. Скажу честно, у меня сегодня пир души и духа. Сегодня пришли представители моего любимейшего, да простят меня все остальные виды спорта, волейбола и пришли, что называется, с победными настроениями, с чемпионскими амбициями. Это представители волейбольного клуба «Динамо» Владимир Зиничев и Юлия Морозова. Юль, ну вас я буду представлять и как игрока волейбольного клуба «Динамо Москва», и как члена сборной команды России по волейболу. Доброе утро, уважаемые гости. Доброе утро. Вы, в общем, большие, конечно, молодцы. Вы нас в этом году, я имею в виду, клубном и таком сборном сезоне радуете. Ну, собственно, мне бы, конечно, хотелось больше поговорить про наши успехи волейбольной сборной на, соответственно, международной арене. Я уже вам до эфира говорила, что достаточно часто к нам приходят герои и гости, эксперты, и мы пытаемся выяснить, что же произошло с командой, в частности, с баскетбольной, мужской и женской, почему мы не выиграли Евробаск, и почему у нас не очень удачно получилась Олимпиада или какой-то такой престижный турнир. Но тут есть волейболисты, есть приятные исключения, есть и парни, есть и девушки, которые радуют. И, в общем, это тот случай, когда мы можем говорить о том, что послужило причиной вот такого достаточно яркого и хорошего успеха, потому что все смотрим, потому что все болеем и все переживаем. Юль, ну, во-первых, наверное, вас можно поздравить с возвращением в сборную. Вы там были, потом на какой-то период времени не исчезли, вот вы вновь вместе с нами. Вас, когда вдруг позвал Юрий Николаевич Маричев, какие, я не знаю, может быть, гамму-чувства испытали, когда сказали, все, возвращаюсь? Я, конечно, обрадовалась, что, да, мне надо ехать в сборную, но у меня со здоровьем не так уж все хорошо. У меня больная спина, больное плечо, и я не сразу согласилась. Я поехала лечить все свои недостатки, так можно сказать. Потом я присоединилась в августе и начала потихонечку поднатаскиваться. Девочки уже были полностью готовы, и физически, и морально были очень сложные тренировки. Но я тренировалась, работала, хотела, и у нас все это получилось. Но у вас получилось на пять плюсов, я бы сказала, если мы говорим про европейское первенство. И вы, конечно, совершенно потрясающую игру показали. И, в общем, если и были какие-то мелкие недочеты, то, в общем, все вам прощалось за тот блеск в глазах, который у вас был. Вот вы выходили на площадку, и было понятно, человек хочет играть, команда хочет выигрывать. Это действительно команда. Да, спасибо огромное. Было огромное желание. Было огромное желание, хотелось победить, хотелось доказать. Да, я могу. Я даже со своим каким-то волнением, даже не с каким-то, а с большим волнением, я справилась. Выходила на игру и хотела играть. И да, был блеск в глазах не только у меня, а у всех девочек. И мы доказали. Было огромнейшее желание. Владимир Александрович, вот когда главный тренер сборной вызывает в команду игроков клубной, ну, с одной стороны, как мне кажется, это, конечно, большой плюс. Это говорит о том, какая хорошая и качественная работа проводится в клубе, раз игроки и не один вызываются в национальную сборную. Но, с другой стороны, это все равно какой-то период стояния, застоя, да, когда команда тренируется сама по себе, когда сборницы уезжают. Как реагирует менеджмент в этот момент на приглашение? Ну, вы знаете, вообще, вот как раз Юлин пример, и пример вот Татьяны Кошелевой, другой нашей представительницы сборной, это пример как раз взаимодействия, хорошего взаимодействия клуба и национальной команды. Потому что, в общем-то, Юль подключилась фактически на самом последнем этапе. Всю подготовку предсезонную она проходила внутри команды в клубе, она выезжала, так сказать, и по медицинским соображениям, так сказать, к различным медицинским центрам. И, конечно, вот когда есть взаимодействие, когда есть определенная система или часть этой системы, то тогда и результат можно ожидать. Потому что, конечно, ясно, что в некотором смысле интересы клубов и сборной, они входят в какое-то противоречие в любом виде спорта. Но, значит, если вкладывается в... Ну, нужно, во-первых, сказать, что мы клубы все равно так же, как и, так сказать, наверное, наш клуб Диналл, как и другие клубы, мы достаточно патриотичны и понимаем, что, значит, для развития нашего вида спорта необходимы успехи сборной команды. Потому что сборная команда, так сказать, она объединяет всех, значит, болельщиков. Вот вы, значит, болельщик волейбольный, так сказать, а есть люди, которые болеют, допустим, за Динамо, вне зависимости от вида спорта. То есть люди держатся по разным кондиционерам, так сказать, по разным преференциям. Поэтому вот я хочу сказать тот случай, когда работники, значит, федерации прислушиваются к тому, что говорят там люди, работающие в клубах. А люди, работающие в клубах, так сказать, иногда пытаются понять и прислушаться, и содействовать тому, над чем работают, значит, чиновники в федерациях и, так сказать, деятели в федерациях, то тогда и получаются какие-то, так сказать, успешные результаты от этой работы. А когда идет перетаскивание одеяла туда-сюда, если еще учесть, что, в общем-то, сейчас у нас спорт сугубо профессиональный, и большая конкуренция между клубами, так сказать, тут свою роль носят и спортивные деятели, типа вот агентов и так далее, когда возникает конкуренция в том или ином популярном виде спорта, то, конечно, возникают некие хаосные вещи, и трудно тому же спортсмену разобраться, что для него важнее, какая дорога, так сказать, нужно ли сейчас заниматься собственным здоровьем, сделать паузу, так сказать, может быть, в работе со сборной командой, нужно же ли работать в этом клубе, где вот такой тренер или такие-то базовые условия, или нужно бежать срочно за деньгами в другой клуб, понимаете? И вот когда все это структурировано, тогда, конечно, люди начинают думать о конечном спортивном результате, тем более, что мы говорим об игровом виде спорта, где реально, значит, решает не один игрок, пусть самый выдающийся, но это командный вид спорта и решает команда. Юль, когда вот вы узнали состав команды, которая поедет на европейское первенство, вы были, может быть, удивлены присутствию некоторых фамилий, или, наоборот, удивлены отсутствию таковых? Или для вас, в общем, все было понятно, действительно, девушки, которые заслуживают, чтобы представлять Россию на европейском уровне, и, соответственно, нет никаких вопросов, здорово, что я попала в этот коллектив? Нет, все было понятно и так, что и Гамова не поедет, и Махно не поедет, и знала то, что будет молодая команда, такая довольно-таки молодая, какие девочки. Я приехала туда и не жалею, что я попала в эту команду, очень дружная команда, веселая и с характером. Ну, согласитесь, состав обновился просто, если не сказать там на 90%, ну, где-то в том районе, и была же опасность того, что вы не успеете сыграться, была опасность того, что нет такого игрового опыта, как есть, например, у Кати, как был у Любы Соколовой, хорошо, что вот она там сейчас вернулась. Для вас вот этого не было какого-то вот легкого мандража? Нет, конечно, был, присутствовал, и также мне надо было сыграться со связками, у меня совсем было мало времени. Также девчонки, ну, девочки очень много, все лето они сыгрывались, то есть у них было достаточно времени, чтобы на Европу поехать сыгранными. Они отыграли и универсиаду, и гран-при вместе они были. Когда я приехала, да, немножко были какие-то недопонимания, там, в передаче моем выходе, в нападении, но ничего, мы сработались, работали, работали, очень много работали. Как вам работалось и работается с Юрием Николаевичем Маричевым? В общем, человек, который подхватил сборную в ее совершенно непростом состоянии, в достаточно странном составе, в разрозненном. Вот сумел ли он стать тем тренером, который для вас действительно тренер с большой буквы? Да, с ним, когда тренируешься, все понятно, все четко. На собраниях установки, то есть такие, надо это закрыть, надо там встать, нужно выполнять. Тренировки, я хочу сказать, что тяжелые, очень тяжелые, но мы с этим справлялись, отдыхали вечерами, никуда уж там даже лишнего шага не ступали, лежали на кроватях и расслаблялись. Все только ради того, чтобы потом в итоге выйти на площадку и показать себя. Владимир Александрович, вы были непосредственно на каком-то из международных турниров? Вы ли вы наблюдали за своими девушками и за вообще всей нашей сборной по телевидению? Как у вас это происходило? Я был на всех матчах нашей команды чемпионата Европы, на всех буквально. То есть, грубо говоря, путешествовал вместе с командой, с группой, ряда болельщиков. Поэтому мы видели и первые игры команды, которые проходили в Дрездене, и с таковой игрой в Халле и в Берлине. Я единственное хотел сделать маленькую заметку, если это можно, что вот говорить о том, что уж у нас сборная была, так сказать, возражена из руин, я думаю, ну, во-первых, это неправильно. Во-первых, наша сборная команда, она уже двукратный чемпион мира. И, в общем-то, костяк команды, так сказать, состоял из чемпионок действующих. Да, действительно, были подключены ряд молодых игроков, причем очень голодных и жадных до победы, что очень важно, так сказать. И, конечно, большую роль именно в этом турнире сыграла, так сказать, ситуация, которая возникла с физующими, когда более опытная физующая получила травму, а, значит, дебютантка, ну, человек с просто мужским характером, Катя Панкова, она понимала, что отступать некуда, знаете, как защитники Брестской крепости. И это, я не знаю, согласится Юлия или нет, это нас объединило. Их, ну, нас, можно так сказать, объединило. И благодаря этому, так сказать, возникла ситуация, которой давно не было, значит, и в нашей сборной, и нечасто бывает в клубах. Давайте о том, как мы сыграли на европейском первенстве, и о ваших ощущениях буквально через полминуты. Возвращаемся в студию. Сегодня у нас тема волейбольная. Сегодня говорим о том, как выступает наша женская сборная на мировых международных европейских турнирах. И в гостях у нас Юлия Морозова, один из лидеров команды, и Владимир Александрович Диничев, человек, который работает в системе клуба Московского «Динамо», поставщика игроков в национальную сборную. Владимир Александрович, мы с вами заговорили про ваше присутствие на европейском первенстве и про роль нашей связки. Ну, известно, да, что в баскетболе первый номер – это всегда мозг команды, а в волейболе – это, конечно, игрок связующий. Вот приглашение на эти позиции игроков, как вы сказали, голодных. Это, скорее, сказалось плюсом для нашей сборной, по вашему мнению? Ну, если игрок хочет играть, это всегда плюс, понимаете? Если игрок отбывает номер, так сказать, даже, значит, у него есть талант и, так сказать, опыт и так далее, это может и не дать результата, потому что я уже вот сейчас сказал, что это командный вид спорта, и вот как я, по крайней мере, это понимаю, Юля, так сказать, может быть, подтвердит или опровергнет, но это очень легко передается и быстро передается флюиды, так сказать, и готовность быть заряженным, особенно в женском волейболе, потому что этим и отличается. Женский волейбол, в первую очередь, от мужского, что он более эмоциональный, и здесь перепады в игре, в настроении команды, а, соответственно, и в счете, и в непредсказуемости результатов, значит, очевиднее. У мужчин все как-то более, так сказать, логично и все более, как бы, может быть, ритмично, если можно так сказать. Я вот по своим наблюдениям. Если, например, мужская волейбольная команда отрывается на 5-6 очков, это значит, что команда выиграла партию. У женщин это правило совершенно не действует. Непредсказуемо. Можно вести плюс 8 и также минус 8 проиграть. Согласитесь, Юля, покинайте со мной согласно головой. Вот какой-то психологический момент, аспект Юрий Николаевич с вами отрабатывает, или вы сами коллективом, у вас получился хороший коллектив, и вы как-то этот момент сами между собой. Как это происходит? Нет, между собой, конечно, и тренер тоже делает перерывы. Говорит, так, надо здесь, давайте здесь попробуем закрыть ход, здесь ты встанешь в защиту, здесь будет скидка. То есть мы выходим и делаем установку. И также девчонками как бы поддерживаем друг друга, давай-давай, надо-надо. То есть вот такие моменты. Ну, есть совершенно харизматичный карполь, который одни методы проповедует, когда выходит теперь там в качестве, например, клубного тренера, тогда в качестве национальной команды, был Капрара, у которого совершенно другие подходы к команде. Есть, Маричи, вам вот как кажется, с кем комфортнее? Какой стиль для вас, как для человека в команде более предпочтителен? Ну, с карпольем я не играла. Ну, наслышанно, я думаю, наведенный. Наслышанно, да, с Капрара я играла, но это итальянец. Все равно у них свои какие-то методы. Что-то Маричев, он свой, такой наш. И я думаю, что с ним полегче в этом плане. Полегче. Владимир Александрович, да. А вот вы еще пропустили, почему-то выбрали этих трех тренеров, а еще есть и Кузюткин, Владимир Иванович, и покойный, к сожалению, овчинников. Но Кузюткин, это человек совершенно отдельный, настоящий датыш пришел, человек выиграл и благополучно отправился. Ну, почему отдельно? Я, например, категорический противник того, когда говорят, вот это отдельно, это отдельно. Вы знаете, в том, что происходит с нашим волейболом женским, так сказать, огромная заслуга Карполя, Николай Васильевич. Несмотря на то, что многие считают, что он устарел, что методы не те. Методы всегда одни и те же, понимаете? Методы реально одни и те же, просто у всех свои манеры. Вот Юрий Николаевич Маричев, в котором вы говорите, он пришел из мужского волейбола. И я ожидаю, что, так сказать, когда он все-таки проведет больше времени с женской командой, значит, он сможет добиться еще больших результатов. Потому что, ну, знаете, как часто говорят, нужно менять ментальность, значит, игроков, женщин. Ну, вы знаете, я так, может быть, на бытовом уровне, вот нашим слушателям скажу, но вот поменять ментальность. Это вот приходи домой к жене и на кухне поменяй ее ментальность, понимаете? Вот это, тем более, что вот Юля, которая, значит, славится своим игрой с забеганием, так называемый, такой термин, понимаете? Вот, ну как вот, ее, конечно, можно, так сказать, пытаться переучить и играть по-другому. Нет, это же все школа, школа Юля, воспитанница, так сказать, Челябинская школа, там шикарные, значит, хорошие там и детские тренеры. Есть своя, значит, какая-то там уже тенденция. Но когда человек приходит в сборную, тем более, да, весь сезон играет в клубе под руководством одного тренера, приходит в сборную, можно, конечно, отдельные моменты видоизменить. Допустим, поработать там над Юльной подачей, что я так уверен, делал Юрий Николаевич, какие-то вещи там в тактическом полуочке. Ох, Юлю когда меняли на подаче, наверное, грустно было. Ну, есть вещи, понимаете, да, то есть которые, значит, сегодня можно вписать в конву команды. Понимаете, и тренер тем и важен, то есть вот как говорит, допустим, Карполь всегда, что тренер, особенно в России, вот я хочу сказать, это очень важный момент, чтобы нашим, если это интересно нашим слушателям, что, значит, игроки, да и как вообще все россияне, это они очень сильно отличаются от иностранцев, понимаете? И российские игроки очень сильно отличаются от иностранных игроков. Ну, из-за того, что у нас жизнь немножко здесь иная. Поэтому, когда... Владимир Александрович, а вы сторонник того, чтобы национальные команды возглавлял именно русскоговорящий специалист, скажем так? Вы знаете, вот, ну, конечно, я... Он просто немножко звучит странновато, говорит, что же ты такой сторонник, если у тебя, значит, в своем клубе тренер иностранка, понимаете? Ну, я могу вам сказать, во-первых, то, что у нас в клубе работает сегодня иностранный специалист, это, в общем-то, скорее всего, из-за того, что такая трагедия, в общем-то, возникла, постигла наш клуб, так сказать, и, естественно, мы не рассчитывали. И нужно было за неделю, буквально на начало чемпионата, нам определяться, так сказать, и то, что мы как-то удержали ситуацию в прошлом сезоне, значит, в финале достойно, так сказать, били за золотые медали, это, я считаю, что все равно и в финале Кубка России, в общем-то, не все получилось, но мы, по крайней мере, ситуацию стабилизировали, потому что для команды, особенно для женской, это был шок, все, что у нас произошло. Но я все равно считаю, что тут, понимаете, вот цепочка тренер и игроки, это, может быть, необходимая и важная цепочка, но недостаточная, потому что система, она, значит, более сложна. Там и детский спорт, и отношение местных, значит, властей к этому, и как работает твой фармклуб, молодежная команда, какая база, так сказать, с точки зрения, так сказать, возможностей, какой интерес, значит, болельщиков в виду спорта. Это очень важно, все связано. Поэтому, когда специалист, вот если бы пришел иностранный специалист, как специалист, и он понимал, что характерно для России, чем живет Россия, что важно и не важно ментальности российских игроков, тогда, пожалуйста, может быть иностранный тренер. Пожалуйста, потому что говорить нужно с игроками на русском языке. Говорить через переводчика на темы можно, но эффективность понимания того, вот я не знаю, Юля должна, видимо, сказать, вот те 30 секунд, которые есть, слышат о них, что говорит тренер. Да если еще тренер говорит на непонятном, так сказать, на непонятном русском, русском для иностранцев или иностранным русским, то, ну, может быть, и это не самое главное. Но тема-то сейчас не актуальна. Сейчас у нас есть русскоязычный специалист, есть человек, который показывает весьма хорошие, высокие результаты, и я думаю, что у вас какой-то уже идет настрой на Олимпийские игры. Я думаю, что так или иначе тот или иной турнир воспринимается с позиции подготовки к Рио. Или нет, еще вы об этом не думаете? А еще не думаем. Еще пока у вас впереди чемпионат мира? Да. Вот еще один момент селекционный, скажем так. Было понятно, что не придет Екатерина Гамова, человек, который, безусловно, является многолетним лидером сборной. Вы как-то между собой думали, кто возьмет на себя вот эти функции лидерские? Потому что всегда, и вы это точно знаете, есть ситуация, при которых что-то сложное не идет, нужно отдать мяч Гамовой. Все об этом говорят. Вот в вашей команде было какое-то такое, я не знаю, было распределение ролей. Вот ты, если что, будешь брать на себя самое трудное, нет? Ну это, я думаю, все знают, что у нас два отличных игрока лидера в сборной. Это Кошелева и Обмачаева. То есть, в принципе, на них вот самые концовки, самые такие решающие мячи на них. То есть, они это сами знают. И мы им, так, ты сейчас забьешь, давай, тебя сейчас спаснут. Или связка, я тебя сейчас спасну, ты забей, мы тебя страхуем. То есть, это они знают, мы это все прекрасно знаем. Но у вас не было такой вот, ну, обиды, я не знаю, может быть? Вы, в общем-то, игрок не намного слабее, чем Наташа или Таня? Нет, я, конечно, говорила связки, дай мне, посни мне, у меня здесь один блок, да, я сейчас забью. То есть, навязывала свою игру, ну, как бы, связки, давай, давай. Но все понимали, что решающие очки делают лидеры. А Таню не жалели как-то в связи с тем, что, в общем, ее-то спортивная судьба все время подкашивает со спортивными вот этими медицинскими какими-то травмами и вот неприятностями этого характера? Нет, конечно, когда я узнала, что она со спиной вообще, что она уже не играет и не тренируется, мы все расстроились, я очень расстроилась, потому что я люблю этого человечка, позитивный, хороший, и начала лечиться, потом я очень-очень обрадовалась, что она будет у нас в «Динамо» играть, и вот, пожалуйста, Таня. В сборной, да, себя очень помню. И в сборной, и у нас сейчас показывают хорошие результаты. Владимир Александрович, вы как человек, который представляете клуб, поставщик игроков, в том числе там и Юли, и Тани, для вас, наверное, приглашение в сборную ваших девушек, это, ну, в общем, тот позитивный момент, ради которого стоит работать. Ну, вы знаете, конечно, я всегда болею за результаты нашей сборной команды, но работаю я в клубе «Динамо Москва», поэтому и на работу каждый день хожу в клуб «Динамо Москва». И задача моя состоит в том, чтобы игроки, которые связаны контрактами с клубом «Динамо Москва», они были здоровы, боеспособны и могли, значит, приносить пользу и клубу, и российскому волейболу там, где это нужно. А вот ведь вы же тоже спортсменка, потому что вы понимаете, что нельзя быть спортсменом все время на пике спортивной формы. Поэтому очень важно, очень важно правильно и грамотно выстроить по ходу сезона. Сезон состоит и из соревнований сборной команды, и из соревнований клубных. И у клубов-то по три. Вот у нас три соревнования, в которых мы участвуем. И кубок, и чемпионаты, и Лига чемпионов. Понимаете, и вот если не будет взаимодействия между медиками сборной и клуба, между тренерами сборной и клуба, если не будет внимания, значит, тренера сборной, повседневного внимания к тому, что происходит в женском чемпионате, сегодня пока есть одно осложнение, которое вызывает у меня большие вопросы и сомнения. Потому что, значит, Маричев, к сожалению, сегодня работает в мужском клубе. И, естественно, все его интересы сейчас лежат в зоне, так сказать, мужского чемпионата. То есть Юрий Николаевич не следит за тем, как выступают девчонки? Он приходит, наверное. Это вам лучше у Юрия Николаевича спросить, следит он, не следит. Но просто я понимаю, что в сутках 24 часа он может прийти на матчи, допустим, клуба «Динамо Москва». Что он делает? Приходит на наши отдельные игры, смотрит на девчонок. Но для того, чтобы, значит, работа была постоянно и днем, и ночью, 24 часа в сутки, конечно, нужно быть погруженным в проблемы женского волейбола. И это... Нужно быть освобожденным тренером, ну, грубо говоря. Ну, это тоже решение Федерации. Не обязательно освобожденным. Может быть освобожденным, может быть работать в одном из клубов женских. Потому что в женском чемпионате, значит, свои законы, свои... Давайте и о сборной клубе, об этом тоже будем говорить через пару минут. Успех российского женского волейбола на клубном и на, в общем, уровне сборных. Сегодня такова тема нашей программы. Мы возвращаемся в студию. В гостях у нас член сборной команды России Юлия Морозова и гендиректор женского волейбольного клуба «Динамо Москва» Владимир Зиничев. Владимир Александрович, мы с вами заговорили про взаимодействие клубов и про взаимодействие с сборной. Вот в идеальном варианте, как, по-вашему, должно это все происходить? Как должен быть выстроен рабочий график и у тренера, и у, я не знаю, у менеджмента команды для того, чтобы все было отслежено, он был в курсе всего, чтобы девушки как-то с ним взаимодействовали? Вот идеальную картинку вы рисуете. Ну, конечно, можно рисовать идеальную картину. В жизни не бывает идеальных картин. Понимаете? Но даже идеальная картина может быть двух видов. Потому что, вот, скажем, идеальная картина периода, когда существовала «Уралочка», и «Уралочка» включала в себя всех ключевых игроков. И «Уралочка» была «Уралочка-1», «Уралочка-2», «Уралочка-3». Значит, и график чемпионата, то есть, был определенным образом выстроен под интересы «Уралочки». И возможность игроков получать практику, там, работы в других клубах, было выстроено. То есть, это как бы, ну, если сравнить с реальной жизнью, административная система. То есть, в руках главного тренера, и он же был вице-президент федерации волейбола Николай Васильевич Карполь, в руках был весь женский волейбол. Другое дело сейчас, когда интерес к волейболу велик в разных точках России. Есть, значит, спонсоры, есть губернаторы, которые за этим зарисованы. Конкуренция высока и за игроков. Значит, с одной стороны, это, может быть, негативно влияет на возможность, значит, руководствоваться столько интересными сборами, зато это делает интересным чемпионат. Это расширяет географию волейбола в стране, то есть, популяризация волейбола, повышение интереса, конкуренция. И, естественно, борьба за игроков клубов, за ведущих игроков, которых, в общем-то, считанное количество. А если клубов все больше и больше, значит, стремящихся забывать высшие места, значит, они бьются за игроков. Тут подключается, как я уже говорил, инструмент агентов, которые, в общем-то, преследуют определенным образом и свои интересы, потому что они зарабатывают деньги и так далее, и так далее. Поэтому здесь выстроить эту картину в современных условиях довольно сложно. И все зависит от качественного, значит, взаимоотношения между тренером сборной, понимающим все эти проблемы, и тренерами, значит, ну, естественно, когда я говорю тренер сборной, я имею в виду, так сказать, и руководство федерации, и руководство клубов. Вот, и когда они понимают, что есть интересы клубов, которые тоже выступают на международном арене. Вы сейчас говорите про международные вещи, но вот мы многие годы выступаем, значит, в Лиге чемпионов европейской, но пока вот ни одному российскому клубу, ни нам, ни Казанскому «Динамо», ни Одинцову, которые играли фактически в финальных частях, не удалось завоевать. Значит, ближайшие шаги – это вторые места, которые у нас были. То есть мы вице-чемпионы, но никак не чемпионы. А хочется. Еще как хочется, еще как хочется, правда, Юль? Да, хочется. Вот, поэтому... Но вчера вы сделали... Вчера мы доказали, что хороший шаг, да? Да, да, но пока это шаг, понимаете, а дорога еще далекая, мы пока только на групповой стадии. Поэтому говорить о некой картине, так сказать, очень сложно. Тем более, что вот стоит у нас стакан, он может быть наполовину полный, наполовину пустой. Одному кажется так, а другому иначе. От этого очень много зависит. Хотя суть того, сколько воды в стакане, от этого не меняется. Хорошо, давайте спросим у Юлии. Человек, который непосредственно задействован в сборной, который наверняка знает, как это все происходит. Вот сейчас идет клубный чемпионат, идет европейское первенство. Как-то Юрий Николаевич звонит, что-то спрашивает, интересуется. Как вот вы сейчас с ним общаетесь, или это только когда идет тренировочная какая-то часть? Нет, мы сейчас с ним не общаемся. Видела, вот он приезжал к нам на игру с Сербией. Мы так поцеловались чечку, спросил, как дела. Я говорю, хорошо, как у вас, нормально, все, никаких вопросов. Может быть, он подходил к Свете, к нашему тренеру, спрашивал, как мы себя чувствуем, как мы играем. Но это у нее надо спрашивать. Я ничего таких, никаких вопросов он не задавал. А есть какие-то ближайшие наметки по планам? То есть вы когда-то встречаетесь в сборной, когда-то у вас есть, может быть, сбор или что-то такое, что вот позволит вам собраться вместе? Еще ничего такого нам не говорили. То есть после того, как вы после Кубка Вызова вернулись, больше пока никаких взаимодействий не было? Ну вы, Юль, надеетесь на то, что в таком же составе, в котором вы были на Кубке Вызова, ну понятно, что вернутся травмированные, не поехавшие в Японию, дальше будете выступать? Или ожидаете, может быть, еще пополнения новобранцев, вот новичками каким-то усилением будет? Я не знаю, я думаю, так и будет. Эта команда так и будет. Потому что молодые и хорошие игроки, я думаю, смысл. Ну, видите, в отличие, например, от баскетбола, где у русских игроков, к вопросу, Владимир Александрович, про ваше идеальное видение сборной, у русских игроков не так много времени, очень много легионеров. Есть команда, например, где-нибудь Оренбургская Надежда или там Курская Динамо, и там семь иностранок, а на поле всего пять находятся. Вот в волейболе такого нету. У нас много русских игроков. Есть, конечно, девчонки, приехавшие там из Европы, из, я не знаю, любых других стран. Но в основном это русский костяк. Вот у тренера, как мне кажется, благодаря вот этой клубной системе и нет такого засилия легионеров, ему проще выбрать, у тренера сборной. Ну, вы знаете, я тут с вами не соглашусь. Я вообще-то в волейбольных кругах известный сторонник за расширение лимита легионеров. Но не потому, что, так сказать, я не люблю российских игроков. Именно потому, что я люблю российских игроков и считаю, что они должны иметь возможность реальную среду профессионально расти, а расти профессионально, или там чемпионат становится сильнее, и может только в конкурентной среде. Понимаете, если ты, российский игрок, пусть среднего уровня, знаешь, что ты будешь все равно востребован, плохо ли ты будешь играть, хорошо ли, относиться профессионально к своим обязанностям, беречь свое здоровье или нет, ты будешь все равно востребован, потому что просто нехватка игроков, это не здорово. Потому что должна работать, я с этого начал, должна работать система, которая, так сказать, готовит, мы там в детских спортивных школах, так сказать, потом в командах, так сказать, определенного уровня и так далее, и так далее. Поэтому, когда я говорю об иностранцах, то здесь просто не нужно, так сказать, вместе с молодой выпускать дитя, понимаете, то есть везде нужна мера, поэтому нужно создавать, и об этом говорю не только я, многие говорят, что действительно для того, чтобы была возможность создавать среду конкуренту, и с каких игроков должны себя лепить наши подрастающие. С каких? С таких, которые уже заслуженные мастера. Ну, хорошо, есть в России такие, допустим, Любовского и так далее, а вот у нас были Симона Джоли, да, так сказать, Каролина Кастагранде, ну, много других игроков, у которых подход к себе, к своему здоровью профессиональный, поэтому я думаю, что работа с высокого уровня игроком, она и обогащает творческий потенциал любого тренера, потому что многие говорят, вот у нас не хватает российских тренеров. Ведь та же самая история, посмотрите, даже в российской суперлиге очень много иностранных тренеров, там, Сейлинджер, там, Терзыч, Ильич, вот, потому что я считаю, что вот эта улица такая с двусторонним движением, где и одни питают других, то есть нужно создавать профессиональную среду. Профессиональную среду, значит, иногда помогает создавать и, ну, понятно, не какие-нибудь, так сказать, там, я не знаю, простите за технический термин, там, косячники, а вот люди профессиональные, работающие. Вот запретить приход к нам в лигу, как это сделано, допустим, в Италии, игроков моложе 21-го года, чтобы именно среди молодых имели возможность, там, иметь практику наши. А такие игроки, как Кошелева, молодые, там, Обачаева, малых, они найдут себе дорогу, ни один тренер не оставит их без внимания. Но остальные должны, значит, стремиться в конкуренты среди с лидерами. Но, а если мы хотим, чтобы клубы наши завоевывали высокие места, мы же не можем поставить, так сказать, на финальное соревнование, пусть перспективную, но молодежь. Но она будет биться, как гладиатор, но не победят, но нашим болельщикам нужны победы. Я все понимаю, но посмотрите, к чему привело увеличение лимита легионеров и в том же баскетболе, и, прости господи, в футболе, ведь русских нет вообще. А кто, простите, а кто сказал, что к этому привело засилие легионеров? А не, значит, какая-то непрофессиональная работа тренеров, федерации. Кто поставил диагноз, что это от этого? Это самое простое, что можно сказать. Вы знаете, у нас как в медицине, так и в спорте специалистов море. Все понимают, вот это проблема. Помните, как известный фильм был «Удар-удар»? Ахтаманцев бы забил, а может быть не забил, может быть и не забил бы. Хорошо, Юль, давайте у вас спросим. Вы можете себе представить, что в составе вашей стартовой пятерки выйдет натурализованный какой-нибудь игрок, который играл в Италии, потом приехал, принял российское гражданство или бразильянка какая-нибудь? Выступали же на открытом чемпионате по пляжке? Я считаю, что, ну, я с Владимиром Александровичем, может быть, где-то солидарна, но я считаю, что два легионера в команде это достаточно. То есть, допустим, вчера приехали с нами и играла Баку. Одна, по-моему, девочка из Азербайджана. Все остальные легионерки. Одна кореянка, другая китайка, другая голландка. То есть, так же здесь у нас в России, если у нас очень будет много легионеров, наши девочки, которые молодые, высокие, которые есть характер, у них не будет какого-то подхода к команде, где они могут себя где-то проявить, показать, где-то их могут даже не заметить. Если будет много легионеров, естественно. Вы будете сидеть на банке, просиживать ее. А можно я вмешаюсь? Во-первых, вы задали вопрос, видит ли Юля себя в сборной рядом с нейтрализованным игроком. Но она находится рядом с нейтрализованным игроком. У нас есть Наталья Обмачаева, которая, как и Лера Гончарова, значит, Лера Гончарова у нас еще один игрок, это сестра Натальи Обмачаевой, которые, значит, сменили свое волейбольное гражданство. У них было украинское волейбольное гражданство, а теперь они вот уже приняли и в клубе «Динамо Москва» мы сменили это гражданство, и не только волейбольное, а и уже, так сказать, обыкновенное гражданство. Они стали гражданками России. И ничего, это одно из направлений, по которому можно работать. Что касается иностранных игроков, тоже не соглашусь. Вот, пожалуйста, у нас в нашем клубе сейчас, значит, игрок, это игрок, наиболее ценный игрок Европейского кубка прошлого года, Кубка ЭКВ, Саня Попович, сегодня большей частью находится на скамейке запасных, потому что сегодня в команде «Динамо» собраны такие игроки, которые, может быть, по мнению тренера, переигрывают Попович. Поэтому никаким образом это не влияет. Тогда зачем вы ее взяли в команду? Возьмите какую-нибудь молодую девочку из того же Челябинска, откуда Юлия Родома, она вам кого-то порекомендует из детской команды, скажет, смотрите, я там дома была, видела, я не знаю, там, Катя Петрова, она прекрасная, зачем вы берете ее на строк? Я объясню, зачем, потому что эту тему мы с вами сможем обсудить по итогам чемпионата, если вы нас пригласите, потому что у нас настолько сложный чемпионат, настолько график, волейбол, хоть и не контактный вид спорта, но очень травмоопасный вид спорта. И вы знаете, Саня Попович, игрок, который может в отдельных моментах заменить Наталью Обмачаеву сегодня, слава богу, Наталья в форме. А, значит, несколько игр назад Наталья получила травму, в результате чего мы даже не отправили ее и Татьяну Кошелеву на большой чемпионский кубок, где, кстати, очень важно сказать, что Юля, несмотря на то, что команда оказалась не в призак, а была признана лучшим блокирующим игроком и вошла в символическую сборную мира. Так вот, я хочу сказать, Наталья не смогла участвовать в этой игре, а игра была важна, три очка, которые мы заработали, они были нам очень важны, и Саня Попович блестяще провела игру. И вот можете спросить у Юли, какую энергетику она выплеснула на площадку, как это важно для команды, чтобы, значит, именно такие игроки привносили то, за что, во-первых, любят женский волейбол, а главное, что является базой для победных достижений в женском волейболе. Ну, про всемирный чемпионский кубок мы с вами обязательно поговорим, в той части программы, которая у нас как раз будет после перерыва. Мне кажется, это отдельный турнир. Юля, ну, ваше мнение мне, конечно, при учете и уважении к Владимиру Александровичу, конечно, ближе. Мне кажется, что тому же русскому игроку хочется играть. И где, как не в России ему это делать, вам не кажется? Юля, согласна, покивала головой, да? Я согласна, да, я с вами согласна. При том, что и у иностранного игрока, конечно, должно быть право. Но я, например, не представляю себе саратовскую команду, составили с легионерами. Правда, не представляю, потому что есть клубы топ-уровня. Ну, грубо говоря, есть Динамо-Казанская, есть Динамо-Московская. Волейболе, который держит вокруг себя лучших игроков, сосредоточенные финансы. А где-то в центре России, где-то там на окраине, ну, это, в принципе, мне кажется, очень... Подождите, а Омск – это центр России? Географический центр? Давайте к этой теме сейчас вернемся, у нас новости. Наижальчайшая у нас тут сегодня дискуссия относительно легионеров. Мы не будем драться. Нет, драться мы не будем, слава богу, да. Тем более, все равно не нам решать, все равно Федерация решит, кого будут брать, а кого не брать. Давайте, коли мы уже с вами заговорили про Всемирный Кубок Чемпионов, как мне кажется, это турнир, которым мужчины, например, пожертвовали. Вот они, собственно, приехали туда. Ну, понятно, что это не рейтинговый, понятно, что это турнир, где можно там поднамираться опыта и тренеру, и команде. Для вас он получился тоже, как мне кажется, ну, спущенным на тормоза, если будем так корректно. Правильно, Юль, мое ощущение? Да, это правильно вы подметили. Играли, можно сказать, даже так сказать ужасно. Скромность украшает. Не могли себя найти ни в какой игре, и первая игра была с Японией, так быстро играют, мы ничего не могли с ними сделать, мы разбирали их так и так, ничего не могли сделать, и пошло потом как по накатанной. Проиграли первую игру, и началось вот это, вроде бы хотим, да, и желание, но выходим, и... Включилась женская психология. Да, это может быть так. Может быть, после Европы, вот именно, что мы были на таком пике, это пошло на спад, и нас не было, мы не могли друг друга найти на площадке, и какого-то контакта не было. Вспоминаю европейское первенство, но, пожалуй, только в финальном матче третью партию я могу, в общем, вспомнить, когда вот как-то так, ни шатка, ни валка, все остальное, в общем, было вполне себе очень и очень. Да. Поэтому, может быть... Вот присутствие Любови Соколовой каким-то образом сказалось, если сказалось, то как? Так, вы порадовались, вы, наоборот, сказали, что вот человек входит в новый коллектив со старыми традициями. Это плюс то, что Люба пришла? Или это, наоборот, как-то усложнило ваш процесс общения? Как это происходило? Вот, я очень рада, что Люба пришла, во-первых, Наташа и Таня Кошель, они поехали с нами, не было тех игроков, которые, ну, могли бы вот, как обычно, да, вот в концовке сделать, допить. Но пришла Люба, Люба очень хорошо сыграла, она помогла, без нее было бы еще тяжелее. Люба своим тоже позитивом, она очень хороший человек и на площадке, и за площадкой, всех поддерживает, подбадривает, подсказывает, очень много подсказывает и правильно подсказывает. То есть, она нам очень помогла на приеме, если бы не она, приема бы особо не было, так можно сказать. У нее очень хорошая техника, очень хорошая кисть в нападении, хорошая подача. Но чему-то вы у нее поучились, я так подозреваю, то есть вы так за ней понаблюдали и поняли, что усиление пришлось. Да, она большая умница, большая молодец, и я всегда ее уважала, вот, с самого детства, как я ее знаю, как она играет. Ну, в общем, это тот турнир, которым можно было, я не знаю, не то чтобы пожертвовать, да, записать себе в опыт. Просто вот записать в опыт, а потом уже готовиться на какие-то другие уже рейтинговые или входящие в систему международных турниров, уже готовиться с новыми силами и с учетом тех ошибок, которые были. Да, конечно. А могу я не согласиться? Да, конечно, пожалуйста, у нас сегодня дискуссионные девушки против Владимира Александровича. Потому что я считаю, что это, вот, в моем видении, это абсолютно неправильно. То есть если команда едет на турнир, она должна побеждать. И говорить о том, что мужская команда как-то отнеслась, мужская команда билась за победу, и ей немного не хватило, в общем-то. Нет, никто не обвиняет наших в том, что они не хотели. Нет, мы хотели, конечно, мы хотели. То есть говорить о том, что это какой-то там нерейтинговый турнир, ну да, может быть, каких-то рейтингов. Понимаете, ведь это же, как говорят, есть ложь, есть большая ложь, а есть статистика. Говорить, так сказать, об этих рейтинговых очках, так сказать, это сегодня мы, значит, не выиграли нерейтинговый турнир, а если мы не смогли выиграть нерейтинговый, мы и не выиграем и рейтинговый. Понимаете, поэтому, конечно, разница большая, и нельзя это недопонимать, что все-таки чемпионат Европы и турнир, в котором фактически, так сказать, может быть, его приравнять к чемпионату мира, в общем-то, вот этот большой чемпионатский кубок, он просто, значит, не имеет такого статуса, там больше имеет коммерческую составляющую. Ну, по сути, значит, команд, да, там есть определенное влияние Международной Федерации, там за счет wildcard, вот этих запасных, но я считаю, что, значит, просто это опыт для команды, которая столкнулась совсем с другими вызовами, и поэтому, конечно, вот, допустим, та же вот Катя Панкова, которая сыграла блестяще, просто великолепно на Европе, она не нашла себя, то есть отсутствие определенного игрового, жизненного, так сказать, спортивного опыта не помогло, а опять вы же сами сказали, что это мозги команды, связка, понимаете, и поэтому, конечно, вот я и обратил ваше внимание, что Юля, может быть, это было высшее ее достижение в карьере, то, что она стала лучшей, лучшей в мире, блокирующей. Ну ладно, подождите, вы на Юлю-то крест уже такой ставили, и наоборот, я про Юлю говорю, что это, нет, высшее достижение ее жизни на сегодняшний момент, конечно. С надеждой, Юль, на то, что у вас еще впереди много таких. Конечно, потому что ей, по ее жизни, действительно, она, в общем-то, пропустила осознанно, так сказать, предыдущие турниры, ну, так складывалась ее жизнь, и в этом ничего такого нет, потому что у женщины, в жизни много проблем, кроме волейбола, слава богу, понимаете, поэтому это было одно из своих достижений, и я думаю, что она на этом фундаменте будет и дальше, так сказать, значит, прогрессировать, поэтому вот я не согласился с тем, что к любому роду соревнований, если мы участвуем в Кубке России, значит, мы должны выставлять сильнейший состав, и даже если сегодня Кубок России не дает нам право, значит, играть в Лиге Чемпионов, это никаким образом, вот у нас в клубе такая позиция, никаким образом мы не относимся к этому турниру с прохладцей или, так сказать, с пренебрежением. Ну, я всегда говорила и говорю сейчас, повторю, что я благодарю девушек наших за то, что они хотят играть. Иногда за это можно простить все, даже если они проигрывают. Вот что касается команды нашей на Европейском первенстве, что касается на Кубке Чемпионов, вот это желание было. И можно простить даже то, что они не стали призерами, вот на мой взгляд. Ну, вы знаете, на мой взгляд, вот Юлия, то, что команда не стала, значит, чемпионом, может простить супруг, который здесь укрепляет. Значит, а не федерация, не руководство клуба, потому что это наша работа. И в нашей работе, я считаю, если мы не ставим высшие цели, так сказать, это можно скатиться очень низко. Вот, кстати, про баскетбол, может быть, и это тоже отчасти какая-то, так сказать, тема, связанная, почему в баскетболе не все так пока. Юль, кто на вас произвел наибольшее впечатление из Борн? Ну, понятно, что все с трепетом ожидали матча Россия-Бразилия. Вот для вас, может быть, самый запоминающий матч. Это как? Это где? Это вот на Всемирном Кубке. А вот про наш? Да, про наш. Вот для вас какой-то матч стал таким прям откровением? Что-то вы для себя вдруг увидели яркое в какой-то отдельной команде? Ну, всегда меня поражало и Бразилия своим вот этим, ну, пойдемте сыграем. Вот они делают расслабленно свою игру, вот играют в свое удовольствие и делают все это красиво, быстро и просто на ура. Хотя тоже, в общем, команда-то обновилась. Хотя тоже многолетние. Ну, вот они вот такие, вот менталитет у них такой. Может быть, нужно и нашим поучиться, подходить к игре как к удовольствию, как к радости, а не за Родину, за Сталина. Вот золотые слова, когда мы с вами начинаем говорить про легионеров, которые придут и привнесут в нашу жизнь. Вот как Валевская заречь. Вот мы с вами говорим об одном и том же, просто немножко разными словами. Именно суть, вот вы сейчас ухватили, суть, для чего нужны легионеры. Не для того, чтобы занимать места перспективных игроков, а для того, чтобы поменять ментальность во многом наших игроков. Чтобы они румбу танцевали сами там в сборной команды России и выигрывали. Для русского человека это невозможно. Если русский человек чем-то занимается, он сосредоточен, уперт, он вот встал в такую позу и идет. Действительно, бразильцы, я вот наблюдаю за ними на каких-то соревнованиях клубных по телевизору и смотрю, как они играют в пляжный волейбол, благо есть гран-при. Они действительно от этого получают удовольствие. Они выходят и радуются. Мы выходим побеждать у нас сквозь зубы, мы идем, давай еще. Хорошо, что это получается, это очень здорово, это очень приятно. Но иногда вот этого вот ощущения праздника не случается. Хотя, наверное, в большом спорте сейчас, когда крутятся такие звезды, такие деньги, такие гигантские суммы, мне кажется, когда на кону каждый раз стоят что-то такое очень большое, это очень сложно, нет? Ну это ко мне вопрос. Если ко мне вопрос, вы знаете, а я считаю, что ничего не поменялось в советские времена спортсмены, сейчас спортсмены. Понимаете, спортсмен, ну, конечно, можно рассказать, что там, знаете, как вот мы фильм этот смотрели про Валерия Харламова, понимаете? Ну, конечно, это было, потому что слишком все было политизировано, но нужна все равно идея, нужна идея, потому что нельзя играть только за деньги. Понимаете, ну, это мое мнение, я могу ошибаться, вот Юля скажет свое, нельзя в командам, по крайней мере, в виде спорта играть за деньги только, понимаете? Ну, я думаю, что сумма зарплаты волейболистов отличается от футбольных. Вы знаете, ну тоже я не стал посыпать пеплом, так сказать, футболистов, просто они избалованы нашим вниманием болельщиков, понимаете? А так всегда происходит. Давайте баловать наших девушек-волейболистов, давайте баловать наших мужчин, их же есть за что погладить. А мы балуем, вы видели календари, которые мы вот прислали вам в подарок, принесли, понимаете? Сейчас посмотрим, с удовольствием очень красиво. Понимаете, где мы, будет интересно нашим, наверное, вот болельщикам, предстоящий год-год лошади, мы специально вывезли нашу команду, так сказать, на ранчо под Москвой, где они имели возможность там бросать лосос, стрелять из лука, так сказать, ездить на лошадях. Да, и одновременно мы подснимали, так сказать, визажисты помогли им, так сказать, принять соответствующие образы, поэтому я думаю, что вот приглашаю всех слушателей вашего радио, так сказать, обратить внимание, во-первых, пойти на игры нашей команды, чтобы там иметь возможность приобрести эти календари и живьем посмотреть на наших красивых девушек. Да, да. Юль, ну у вас год-то календарный заканчивается, сезон в самом разгаре, вот какие-то планы и перспективы буквально на полминутки, чего ждете от окончания нынешнего сезона и в клубном, естественно, уровне на клубном уровне, и что там по сборной у вас, как здоровье? Сейчас у нас будет Италия, полетим в Италию, в Милан, будем играть... С печенцами. С печенцами. Любимые ваши соперники. Капрара возглавляет, причем все связано, все кругом сошлось, да? Да, да, да. А потом? Вот, надо будет занимать первое место, надо у них будет выиграть. Потом у нас до Нового года не будет игр, может какие-то дружеские будут игры. После Нового года опять начинается сезон у нас, также Лига чемпионов. Желательно везде занять первое место. В конце января у нас будет кубок. Мы надеемся на наши силы, на поддержку болельщиков. И я думаю, что будет все хорошо. И вечный бой, пока у него им только снится. Ну, Новогодние-то праздники дома, с супругом. И с дочерью, да, с семейным. И все в порядке. Слава Богу, хоть есть какие-то приятные моменты даже в напряженном сезоне. Владимир Александрович, вы ожидаете вот такого же финального противостояния в этом сезоне клубного, как было в прошлом? Ну, я думаю, что даже более. Потому что, видите, сегодня, к сожалению, мы сейчас не очень удачно наступаем на национальном уровне. Мы занимаем пока четвертое место. И вперед пропустили команду из Краснодара, Амичко и Казань. Но мы не так далеко их пропустили. Поэтому я думаю, что нам по силам вернуться, так сказать, в лидирующую группу. И я рассчитываю, что действительно мы сумеем в этом году реализовать те действительно хорошие возможности и профессионализм игроков, которые собраны. Тем более, что в этом году, вот весной, будет 10 лет с периода новейшей истории нашего клуба, когда он был воссоздан после того, как волейбол не культивировался в обществе «Динамо». Я желаю, во-первых, конечно, клубных вам побед. Юля, вам в первую очередь здоровья, чтобы вам позволял он играть ваш потенциал здоровья и на клубном уровне, и в сборной. И, конечно, желаю хорошего волейбола и вам, и себе. Спасибо огромное. Спасибо. Напомню, что в гостях у нас была Юлия Морозова и Владимир Зиничев. Болеем за наших. Спасибо, доброго. До свидания. До свидания.